Здравствуйте, друзья! Мы на Малом Москвиче, вы видите Атар Акушинашвили и понимаете, что это значит. Это значит Винлайн Медиа Лига и Кубок Надежды имени Атара Акушинашвили. Атар обещал, что он приедет, Атар борется с болезнью, Атар борется за всех сил и со всей возможной бодростью. И он сказал, дисциплина, 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 я обещал, я приеду. И поэтому Атар сегодня с нами. Все друг по другу соскучились. Состав коней, в воротах мы уже отметили Давид Юрченко, здесь Чифанов, Яча, Диза, Мишук, Защита Докучаев, Агаев, Ладо. В центре поля Йордж, Фокша и Коваль в нападении. И обратите внимание, левый нижний угол, Великий Арам Айропетян с новой командой. Армянский Гвардиола, без него Медиафутбол не проходит. Росляков, Шалухов, Защита Датогр, Ботенко, Кос, Лилюхин, Полузащита, Гоги и Свят. Я думаю, Свят чуть ближе к Полузащите. И Дмитрий Буробин, второй сезон. Я все время буду говорить вот это, но тут, но ясно, что Рома здесь и что Стас Сычев с барабаном, а в остальном, да, ничего не ясно. Атар, первый удар по мячу, кто же еще? Конечно же, он великий, наивеличайший. Я напомню, что в пятом сезоне Атар даже выходил на поле и за родину медиа играл. Просто человек, который отвечает за всю безопасность, обратился еще в инсайдера. Ой, какая опасная здесь, да, здесь Юрченко ошибается. Ну, команды матча сейчас в медиафутболе, вот именно на уровне в инлайн медиалиги нет, поэтому и игроки здесь. Так, да, друзья, фаворит нам приходит, чтобы вы могли оценить успехов. Очень хочется, чтобы он разобивался в какой-то момент. Кос, Кос бьет. Ну, да, ладно, хотя бы удар. Лучше так, чем просто не бить по воротам и ожидать, когда же этот момент будет. Рома, да, сегодня отдыхает. Но, возможно, не до конца готов, потому что Рома очень сильный футболист. Ладо, Ладо, дриблинг, включает Ладо, падает, и Воробьев все увидел, показывает, вставай. Здесь челлендж можно запросить, тем более времени остается немного. Это я не подсказываю коням в Кубке России, как-то будет. Фан отбобрал, и здорово проходит Фан, и Фан будет отдавать передачу. Удар, нет удара. Вот здесь шанс проиграл. И Рома забивает 1-0. И это Гоги. А это Антон Гоги. Как же он, хорош. Перешел, значит, да, значит, перешел вовремя туда, куда должен был. 1-0 Антон Гоги, но как разыграли. Не спешили, дотерпели, отдали вовремя. Фан очень хорошо запрессинговал, отдал эту передачу. И самое главное, что не получилось. Да, это вот как раз я в чате здесь успел прочитать, что такие команды ничего не создают, зачем нужны. Так всегда бывает по закону подлости. Тут же очень красивый гол забила Рома. Как только появился, вот сейчас мы прессинг этот увидим. Ну, Фан просто красавец. Причем легким одним движением. И вот сейчас мы еще увидим эту передачу. Горбатенко отдает голевую. Тоже новичок. Это, да, новичок, но не новичок в футболе, не новичок даже, в мидиа в футболе. Здесь, по-моему, Дима Жилинский пошел посмотреть, не было ли там какого нарушения, но, по-моему, все абсолютно чисто. 1-0 Гоги с передачи Горбатенко. Вот так. Я считаю, вот сейчас буду смотреть впервые, как он тоже выступает на футбольном поле. И мимо! Ничего себе момент-то какой был. Достаточно опасная ситуация. Здесь немножко проспали игрока. Даже два футболиста остаются без опеки. И это было максимально близко к тому, чтобы залетель в сетку. Но здесь видно, что показалось, да? Причем еще ударил головой и плечом коснулся. Это и он Данилов бил Диза. Но навес, я отмечу здесь навес. Очень точный пункт. Атака коней еще одна. Пограничные. Вот поэтому я не знаю, как отреагирует на это потом Рома и на эти ромбики и все ваши. Почему наши? Все их. Их ромбики. И их все. И атаки, кстати, хорошая передача у коней. И здесь выходит Овчинников. Его переигрывают, но пасты не отдашь. Вот отсюда. И повторение. Гол. Гол. Я говорю повторение, потому что, похоже, не отменят из-за положения вне игры. Пока. Дело в том, что в прошлом сезоне... Не сказали, на что просят. На вне игры. Именно просто на какой эпизод мне сказали. Так, у нас черные атакуют. По... Тени нам не очень помогают. Так. Ну, вот этот игрочок впереди, по-моему. Ну, черный имеется в виду. Да, да, да. Игрок коней. Вот. Если бы, конечно, можно было какие-то линии прочесть, было бы замечательно. Вот этот повтор второй, он не лучше, чем первый. Второй, второй получше, да. Вот который предыдущий был. Да, ну, вот здесь, как мы видим, как мы видим, черный игрок впереди на полкорпуса. Но линии, говорят, рисуют. Сейчас будет. А, рисуют. Да, конечно, подождем, тем более. Подождем, да, буквально. Ну, по первому впечатлению, я думаю, мы можем, да, определить, что черный все-таки чуть впереди немножечко. В чате люди тоже согласны. Так, и что здесь? Так, ну, да. Прочертили только не по тому игроку, надо по игроку, который по следующей, да. Все. Оставляем оффсайд? Я оставляю вне игры, да. Оффсайд гол не засчитан, хотя гол очень красивый. В странах вот еще раз линия, на которой, да, вот видно, ну, не видно, видно, как заступает здесь игрок в черном. Цельный человек, который занимается вот хронометражным матча. И раз вот чистое время. Вот таки, мяч ворота! Это автогол. Ну, и это Антон Гоги, который к нему причастен. Я про теннисного судью, который время нам чистое высчитывает, как раз начал рассказывать. Ну, вот смотрите, навес. Блин! Вы знаете? Ну, и навес Робинзона Звонкова. Робинзон по-прежнему, ну, прекрасный матч проводит сегодня. И вот удары от Дизы, от его плеча, мяч попадает в ворота. Ну, смотрите, по таким принятым трактовкам, если в створ мяч летит, и кого-то задевает, засчитывает обычно, что он опять будет подсекать? Прострел! Нет, не попадает Яченко ни в кого из своих. Вот только здесь опять падение. Мне кажется, что Владимир Воробьев сейчас опять даст карточку. Мужчины, все смотрят это. Че мы говорите? Конечно могу. Мне уже сказали, что это симуляция чистая. Ну, вот поэтому по втору, честно говоря, я согласен с Владимиром Воробьевым. Поэтому по втору могли быть вопрос. Ну, смотрите, контакт есть. Играем, жил, да? Но после этого еще шаг делает игрок и падает. Это уже для Рома-то хорошо, что они сейчас атакуют. Подача, удар! И заметал себя в Гоге! Антон Гоге! Даже не так. Как он просит. Антон Гоге! Гоге! Какой же красавец! Как же сегодня он разрывает данные этого человека! Вы знаете, главным образом на это отскок. И вот он инстинкт бомбардира, который в Антоне Гоге чуть дремал до этого. А сейчас проснулся. Выпустили Крагена. В Антон Гоге! Четыре получается! Я сказал хит-трик. Ну, вы помните, второй гол он залетел от Иона Данилова. А здесь уж точно заявка уже вот есть на лучшего бомбардира. Подача! Еще! Шанс! Ну, через... Скинь, да скинь! Удар! И отбивает Юркс! Юрченко отбивает сегодня все. Медиа в серии Bulletalty of Fight Nights, которые с каждым сезоном все лучше, обыграли Титан, чемпиона четвертого сезона. Fight Nights, как будто бы сами до финала не добрались. Собственно, могут. Все! 4-0! Четыре гола Антона Гоге. Да, это произошло. Антон Гоге проснулся. Антон Гоге назабивал сегодня. Антон Гоге продолжает движение. Так, Арам поздравил Дмитрия Буробина. Команда Дмитрия Буробина сегодня коней перескакала, переиграла.